Привет, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а значит на канале Лёша играет и смотришь начало партии на десятерых в Сидмерс Сивилизейшн 6. Мне выпало... Ну там был на выбор, конечно, но я выбрал Горга, потому что оказывается на канале нету вообще прохождения за эту спартанскую царицу. Сивилизацию моих соперников вы видите на экране. Играем с монополиями, корпорациями, варварскими кланами и на карте континенты. Раз на 10 человек, то континенты вполне будут интересны. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров. И ещё одно традиционное напоминание о том, что спонсоры канала всей серии видят сразу. Ссылка на плейлист, где все эти серии, в прикреплённом комментарии и в описании к этому видео. И там же, кстати, ещё и ссылка на рейтинг цивилизации про Горга. Заодно можно посмотреть, как я эту цивилизацию оцениваю. Вступительное слово на этом завершено. Приятного всем просмотра! А прикинь, мы с Византией просто друг у друга в соседях будем. Я бы на это посмотрел. Ой, случайный Техин. Что логично вообще? Так. Нормальный у меня сразу варвары. Уже в шести клетках от стольни. У меня через две клетки. Ну, то есть, вот тут где-то лагерь должен быть, раз скаут есть. То есть, где-то вот на этой клетке у нас варвары. Так, ну так, пока оставим. Начнём со скаута. Так, вспомнить бы, что там. Половина культура от силы. Плюс один к боевой мощи за каждый военный курс. Акрополь вместо театральной площади. Только на холмах строится. И при постройке посла даёт. Так, холмы у нас, слава богу, есть. Дайте ещё глянем на... Крови, вешал. На... Этого... На гоплита. Что там у нас? Блин, где у нас? Ёкай. Чё-то я туплю, где у нас цевелопедия. Я же плюс написал. Не, так, ход закончи. Блин, где цевелопедия? Чё-то я... Просуждим. Блин, ребят, я цевелопедию потерял. А, вот она, чёрт. Наверное, через цивилизацию надо посмотреть. Греция. Гоплиты. Плюс здесь боевые мощи, если рядом есть хотя бы один гоплит. 28, 2. А у копейщиков... А, он и сильнее, чем копейщик. Отлично. Как я? О, ни хрена у нас утра Райма. Вот это мне свезло. Это одно из лучших чудес. Потому что оно кучу науки даёт. Это вот... Оно, во-первых, большое само по себе. Вау. Ну, надо валить лагерь. Тем более, что тут не копейщик, а вообще этот... Прачник. Ещё и скаут не ко мне пошёл. А куда-то туда гулять. Так, а что оно даёт? Воинов за 47 монет. Блин, проатаковал меня прачник. Ну, должны были заварить всё равно. С ресурсами как-то так слабовато у меня рядом с партой. Только янтарь. А, не, ну вообще, алмазы ещё можно считать. Ну, правда, третий радиус. Лошади, я думаю, вот тут появятся. Либо тут, либо тут должны появиться. А может и... А может на обоих клетках. На обеих. На обоих. На обоях. Рифа не видать. Никакого. Нет, у Райма это очень круто. То есть, я даже, если решу, город... Наверное, два города могу летать. Один на реке поставлю где-то здесь, а другой вот тут, наверное. Возможно, ещё и ниже можно будет поставить. И явно... Лимит ходов какой у нас? 250. А вы голосовали за лимит ходов? Да, в 160. А с ограничением в 160 ходов, правильно? Да. То есть, на 161 ход, если ещё никто не улетит, будем считать очки. Ну вот, посмотрите, что вот это вот за... Да. Ужас. Летящий на крыльях ночи. Ага. Где-то вот здесь город, значит, надо будет вставить. Я прям, может, даже... Не, наверное, рабочего надо всё-таки сделать, всё-таки леса повырубать на холмах. Рабочего надо всё-таки будет. Но место шикарное, шикардосное. Плюс мне ещё дали сразу там 4 очка. Нет, 3 очка за то, что первым нашёл. Сломали. Военную традицию ускорили. Что хотим в руинке? Хочу реликвию. Нет, рабочего. Рабочего хочу. О-о-о. Международную торговлю. Ну, это, возможно, континент. Я, наверное... Нет, не нашёл. Ну, мы же... То есть, в руинке ускорение международной торговли, которую я и так могу ускорить, найдя новый континент. Ну, такое. Конечно, производства практически нет. Мне не нравятся эти территории. Нет практически производства. Так, дальше нам надо горное дело, чтобы леса рубить. Блин, а с другой стороны... А, ну, вот видите, лошади есть. С другой стороны, без Магнуса рубить леса как-то грустненько. Ну, в любом случае, нам надо камень этот обработать для ускорения каменной кладки этих лошадей. И что дальше? Может, просто рудник сделать? Конечно, круто было бы выкупить эту клетку с алмазами и на алмазах рудник. Ну, 100% вот сюда у нас будет город ставиться. Сюда сходим. Но я уверен, что тут полуостров просто вот тут заканчивающийся где-то. О! Ну, кстати, неплохо. Мне нравится, что нам разведчика дали. Так, давайте рабочего. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В принципе, прикольный. Еще где-то тут город. Скорее всего так, раз-два-три. Вот сюда мы еще поставим город. И где-то ниже Рорайма еще надо будет. Ага, есть руинка. О, тут вообще... О, слушайте. Мне вообще... Я думаю, знаете, ниже кто-то мог же еще быть, да? Блин, тут еще камни немерено. Ну, в общем, старт ничего такой. Очень даже огонек. Просто кто-то еще ниже мог быть, а получается, так как мы на контентах, у меня соседи вот с этой стороны. Мне Рорайма вообще никто не запретит брать. Учипел вроде. Блин, еще и универсальный курс. Другое дело, что может я не то... Не, нормально. Удвоенный опыт разведчикам. Ну, такое. Кайф. Рорайма, кайф. Так, я еще и первый Окленд встретил. И для меня, кстати, Окленд будет очень в тему. У меня довольно много будет на море. Да, слушайте, прям... Это будет играть... Приятненько. Трудовую повинность ускорили. Что-то... А, это у него задание. Трудовую повинность ускорить. Не прочитал, да. Задание Окленда. Ну, вполне. Он район требует, трудовая повинность. Почему бы и нет? Правда, я не знаю, нам какой тут. Прикольные тупиковые цевики, конечно. Каменную вкладку. Ну, начинаем уже... Поселенца. Можете паузу нажать? Просто таймер убрать можно? А что там тебе? Срочно куда-то надо? Роутер хочу перезагрузить. Ого. Не-не-не, я на телефоне сейчас раздаю просто. Пять сек. Мы Цива называем? В смысле? Не-не-не, у меня не разорвется связь. В смысле называем Цива? Все ж в начале видели, кто что брал. Есть, ты даже зафоткал. Да господи. Что-то до хрена мне уже разведчиков раздали на континентах. Кто-то там китайец. Так, ну я должен в Золотой Век выходить? Потому что уже вон сколько, еще 20 ходов. То есть у меня еще и Гоплит и Акрополь вполне могут быть построены. Ну тут сюда надо ставить город. Из того, что я вижу. Так, гончарное дело или мореходство? Я бы мореходство открыл, чтобы янтарь обработать. Надо камень обработать, потом лошадей сейчас пойдем. А, подождите, мне еще и рабочего дали. Так, можно тогда леса вырубать на строителя вот этим рабочим. Кайф. Очень хороший старт. Прям... То есть и видно еще... Тут дальше, вот будут ли у меня дальше еще хорошие города? Потому что тут, видите, грустненько. Вот тут видно, что хорошие города по побережью у нас встанут рядом с Рараймой. Там вот с этим всем. Убивать, правда, некого Гоплитами. Хотелось на кого-то напасть бы. Оклен даже жалко убивать, потому что он как раз моим прибрежным городам кучу производства даст. Кто не в курсе, Окленд у нас... Принадлежащие вам клетки мелководья дают плюс производства. Еще плюс один при достижении промышленной эры. То есть это дохрена на самом деле. Так, ну и тут подождем, в общем-то, 4 хода открытия мореходства, чтобы янтарь обработать. Так, вообще огонек тут все у нас. Ну, Вьетнам достаточно далеко. Я не думаю, что у нас с ним... Вот тут кто-то должен быть. Вот с этим у нас скорее будут терки о Вьетнам. Тем более нападать на Вьетнам с таким количеством тропических лесов. Так себе. Кстати, а что мне на какой мне пантеон брать? Может, священные места на реках нет? У меня только одна река. Так, вырубаем. Ждем открытия мореходства. Надо тут еще глянуть, что... Надо как-то тут по побережью исследовать. То есть, ну, я случайно пошел. То есть Вьетнам мне не сосед. Так, пока нету ни у кого ни с кем близкого расположения. Никто не считает, что у нас там какие-то... С Византией близко. Насколько близко. Очень далеко. Игра считает сюда, но я сюда ставлю. Отстали из 9 клеток терпим. Так, ну давайте сразу еще одного делать, что... У нас вот еще вырубка леса вот здесь. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, ну, руинку я хочу скаутом забрать. А дуболом, наверное, уже пойду... Пойду защищать тут. Так, а тут ждем открытия янтаря. Ну, чтобы... Не янтаря, в смысле, мореходство, чтобы рабочего спустить на янтарь. Так, а этим вырубку производим. Нет, старт очень-очень приятный. Так, ну, пока вроде норм, да? Так, что далее? Ускорялку какую-то... Ну да, и, кстати, переходовка быстрая была. Ну, это следующим ходом будет видно. Если будет следующим ходом рассинхрон, то... Жопка. Давайте быстро подожмем. Так. Ну, тут полечу сейчас. Кончарное дело. Давайте пока открывать. Тут надо дальше исследовать. Вау, играем, народ. Конгролатасионы. Так. Начнем пока с монумента. Тут, в принципе, все исследовали. Вау, опять, ты далеко? Кто, говорит? Вьетнам? Константинополь, ставьте. Да, кстати, Грега, а что мы без таймера? Да, еще где-то... Запустил. Американец вот тут. Мы тут... Просто тут много сейвов было. Вам, наверное... Явно я это... Короче, мы тут один раз уже с американцем вот тут встретились. Но теперь что-то мы не встретились. Как-то по-другому американец, где он походил. Мы будем дружить, Грега. Да. То есть где-то тут еще американец должен быть. Теодор Рузвельт, прогрессивист. Так ты далеко? Блин, надо эту клетку, наверное, выкупить. 88 монет у меня есть. Это ж вообще огонек. Нет. Да, какой нам пантеон брать? Я что-то не соображу. Священное место на реках? Нет. Ты... Малый рек слишком. Пусть шкафа в Константинополе ставить. Хорошо. Ну, кстати, вот сюда священку точно мы будем ставить. Потому что вот здесь будет... А вот... Вот чудо и от горы тут будет плюс три. Между прочим. Блядь! Что ты ругаешься? И китай недалеко. Прошу прощения. Да, вот тут, конечно, огонек. Японец увел у меня коляску. Это упорочка. Сто процентов. И это причем... Шифтинг. Так, а куда нам дальше рабочим? Может, вот этот... Так, а откуда вот этот скаут пришел, интересно? А, так он с этого... Блин, он меня сейчас захватит. Он меня сейчас захватит. Я не проверил. Он с этого лагеря, блин. Так, надо как-то его... Хотя я должен убить его, наверное, следующим ходом. Николайка, поставь меня. Я не хочу туда. У меня карта не открыта. Я поэтому тебя и спрашиваю про количество клеток. Я не ходил направо. А, ну... Сейчас. Вот, 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 вот сейчас пойду. В международную торговлю пока. У меня там уже посел идет. Ну, сейчас как-нибудь найдем компромисс. Блин, вообще надо было поменять карточку. У меня и так вера дофига капает. Я и так пантеон приму. Там на строительство рабочих. Не, не забрал, смотрите. Ну, пока так. Встанем, потому что я хочу вот этот камень собрать. Блин, или не собираю. Пошли пока алмазы обработаем. Так, ну, этот я хотел сюда поставить. То есть, в седьмом радиусе я город поставлю на берегу. Винно, американец. А, как это мы раньше встречались, а теперь и не встретились? Ты разведчика своего убил. А где-то вообще относительно Вьетнама. Я очень близко с Вьетнамом. Справа. Так, поселенец, монумент, амбар. Давайте, наверное, тут еще... Еще монумент построим. Очень тесно, да? Китайцы, ты что-то и киль нашел? Что? Ты что-то и киль нашел? Да. А ты планируешь, что за него города ставить? Супер, ну это еще зарядов один. Ну это уже... Ну да, правильно, надо алмазы обработать. Ну и киль находится в этом радиусе моей столицы. Слушайте, и рядом никого нет, чтобы на них гоплитами нападать. Вы видели такое на озере риф? Да, бывает иногда. Первый раз вижу. Так, давайте думать про пантеон. Что у нас тут есть? Тундра не надо. Пустыня не надо. Создание чудес, я думаю, тоже не надо. Рыбацких судов. Ну, маловато, честно говоря. Вера от каменолом. Я буду камень убирать от рудников на редких и бонусных ресурсах. Ну, кстати, на алмазах. На алмазах. Даже не знаю. Ну и все, да? Сейчас? Ну. Появляется строитель. Да, и поселенца, кстати, уже забрали. Престижем потрясающий. Я возле этого курина буду ставить. Ладно, наверное, придется на алмазы брать. Где оно? Не знаю. Ходов 10. Что, Катя, с престижем еще посмотреть? Ну, в принципе... У меня тут еще под боками... В принципе, было бы неплохо на Рорайму, да. У меня море. Мне, кстати, не забыть бы в связи с Рораймой еще заповедники поставить. Тут заповедники будут очень крутые. Только надо решить, где они будут. Но они будут крутые. Губернаторский титул дали. Зашибись. Так, ну я вообще уже вырубил все. Ну, еще есть камень. Нет, давайте Магнусов Спарту. Перму на ресурсе. С другой стороны, мне нужна вообще плантация сейчас? У меня, что ни одного ресурса на плантацию нету. К пример. Что с твоей стороны просто ко мне прибежал? Япония, мне горько смотреть на осаду города, который мне нужен. У нас еще и валет-то есть. Еще и ГГшки классные. Я, кстати, рабочую войну объявлял. А так армия накопилась, думаю, забрать не забыл. Нет, забирать не надо. Окей. Так, ну нам надо сначала этого полечить, прежде чем к варварам этим идти. Плюс у них можно еще лодочку купить. Ну, это, если не будет хватать, наверное. Так. Здравствуй, японец. Добрый вечер. Рабочих в шестерке я еще не тырил, конечно. В начале игры. Я-то сейчас поставлю карточку на рабочих. Блин, ну, конечно, было пансион на престиж брать. Бонус, а мой опыт ее не там. Тупанул, тупанул. Не спорю. Блин, там еще и руинки не все собрали. То есть, скаутов у меня что-то дофига. Так, международную торговлю открыли. Пошли дальше в Раннюю империю, потому что тут на создание поселенцев. И меняем на создание строителей сюда. Так, плюс один к боевой мощи против варваров. Например, видишь метку? Наверное, пока так и оставлю. Хотя, с другой стороны... Нет, не вижу. Нет, оставлю пока. Давайте вот тут поставлю вместо городов. И тут вместо амбара лучше... Город планируется ставить. ...прачника. Я просто вижу, смотри, это типа, например, на сюда мы... Так, решение надо отложить. Я вот думаю, нормально нам будет. Ну, хз. Так, мне не хватает до золотого века 4 очка. Да, ну, во-первых, тут вот есть уже это... Рынг, а во-вторых, Американец где-то. Это уже 2 очка, да? Я говорю, рядом будут с... Плюс еще этот лагерь, я надеюсь, забрать за 8 ходов. Все-таки. Так что, по идее... Блин, под дуболома встал. Блин, ну, зато он может руинку тюрьмой забрать. Наверное, выкуплю клетку. Китайцы? Все-таки наука и вера с нифига. Давай я лагерь не заберу, просто убью. Ну, давайте, давайте. Переключусь на 2D. Заканчивайте ход, я хочу забрать лагерь. Еее. Получилось. Блин, сейчас хочу переключиться обратно. Блин, кажется, тут хана будет моему скауту. Слушайте, вот этот весь полуостров получается мой. Я спокойно могу заселять. Плюс у меня города будут, получается, морские. Благодаря чему Окленд мне офигительно работает. Кайф. Слушайте, может лучников открыть? Два хода. Ну, пока бронзу надо 3 этих сделать. Так, где-то уже не хватает жилья. Каринфе. Единственное, вот рек маловато, соответственно, маловато пресной воды. В Олимпе я, например, акведук не смогу построить. В Каринфе вот сюда акведук ставится. Ну, или здесь где-то. Кстати, вот на Рисе бы ферму сделать. Так, прачник два хода. Ну, давайте, наверное, откроем как раз стрельбу из лука два хода. Магнус в Спарту прибыл. Тут недостаточно жилья тоже. Китайцы предложения. О, еще руинка. Так, ну, скауты у меня вообще очень неплохо поработали. Тем более, что у меня их много. Вот это, наверное, у нас минус будет. Просто постою в защите. Смотри, предложение. Пока трудовую дисциплину. И здесь, наверное, ничего не меняем. Византия. Интересно. А, только все-таки за карточки военного курса дают. Плюс один. Так, что тут у нас? Давайте строителя. То есть, видите, в описании сказано. Плюс один боевой мощи за каждый активный... А, ну, все правильно сказано. За каждый активный военный курс. Я, честно говоря, подумал, что это имеется в виду вот именно вот эти красные, да? И думал, может, типа... Для этого надо олигархи обязательно брать. А тут нет, именно карточка красная. Что? Да, пофиг. Ну, вот и хорошо. Может, он и ломал нам все. Так, слушайте, ну, мне надо лагерь забирать. Иначе... Я не выйду в золотой век. Хотя, может, еще найду, где... Ну, по холмам возьму. Еще, может, где найду руинку. Тоже может быть. Или встречу кого. Ну, этого убьют, я думаю. Хотя, слушайте, я ж могу вот так сделать. И вот тут апнуть. О, в Окленд и в Валетту еще отправил. Вау. Так, так я смогу зас... А что я сейчас выполнил, интересно, для Окленда и Валетты? Какие там задания было? Трудовую повинность ускорить. Да-да-да. Ладно, пока так. Не нужен мне пока губернаторский титул дополнительный. Американец еще мое чудо не увидел. Вот, обходить придется. Что хорошо. Видите, 13 науки с нихера. Просто. И тут вот этот еще город я собираюсь вот сюда поставить. И этот город еще до хрена будет давать. Кстати, наверное, я в Каринфе сюда священку. И в этом городе сюда священку. Кстати, в этом городе... Вот смотрите, в этом городе Акрополь невозможно построить. Вообще нету ни одного холма. Офига, он тут выполз. Так, сколько ходов? Три. А, так, слушайте, я забираю шлагерь. Просто так. Вау. Не то нажал. Вообще кайф. Еще и в золотой векс. Тоже не использую ни Акрополь, ни... Гоплита. Слушайте, любители меток, дайте походить. Амбар построю. Дострою уже. Хотя можно было бы и рабочего. Ну, у меня веры должно накопиться, как минимум. Ну, я беру покупку за веру и деньги поселенцев. Кстати, а где у нас астрология? Блин, пойдемте в астрологию лучше. Не буду... Не буду уже ускорять орошение. Надо астрологию быстрее открыть, потому что мы сейчас без религии останемся. На этом пока все. Спонсоры канала Продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...